У вас 22-й в этом учебном законе. В этот раз у нас был гость с физфаком МГУ. Биофаком. МГУ ассоциируется главным образом у нас физфаком, извините. И, соответственно, доктор биологического поэта, а не физико-математического, Владимир Леонидович Военников. Тема, тем не менее, насколько я принимаю, это некая химфизика или биофизика. Но с некоторым уклоном может быть и физика. Биофизика, биологическая физ. Физхимия. Физхимия, конечно. Значит, я обычно отпускаю болиданский список для записей присутствующих. В следующий раз у нас 14 апреля. Соответственно, следующее заседание природных групп космонавтики. Тема – это европейское образование в области космических исследований, опыт сотрудничества с университетом Европы. Значит, двое докладчиков. Это преподаватели с каферной теоретической механики, но одновременно аспиранты. Значит, опять же, отпускают по рядам объявления. С одной стороны сегодняшнего, с удовольствием учителя. Ну и передаю слово. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, за приглашение выступить в Московском физико-техническом институте МФТИ. Знаменитое место, очень уважаемое. Должен сказать, что у меня было два дипломника из МФТИ, которые, так сказать, блестяще защитились. Собирался их оставить в аспирантуру, но, к сожалению, волна их унесла куда-то в сторону. Зооплантический океан. А с какого факультета? С факультетом? С факультетом, как молекулярной, да? А как они к вам попали? С помощью коллег. С вашей помощью коллег? Да. Очень жалею, что, так сказать, океани нас покинули. Ну, два слова, так сказать, о себе. Я кончал кафедру биофизики биологического факультета НГУ, когда у нас был заведующий Борис Николаевич Тарусов, знаменитый профессор, который еще в конце 50-х годов основывал кафедру биофизики, что в те времена, во времена Лысенковщины, было очень непросто сделать. Не кончил я биологический факультет и практически всю жизнь там работаю, на биологическом факультете НГУ. Поэтому я, в общем, в первую очередь биолог, но, конечно, с большой любовью к физике. Любовью, но я физиком себя все-таки при этом не считаю. И вот я в течение нескольких десятилетий занимался молекулярной биологией, биоорганической химией. Я профессор кафедры, который называется кафедрой биоорганической химии. Но, так или иначе, занимаясь, разбирая все на более мелкие детали живую материю, с тем, чтобы понять, как она функционирует, постепенно я пришел к представлению о том, что чем мельче мы ее дробим, тем как-то все дальше и дальше ускользает от нас представление о том, почему эта материя живая и чем она отличается в нижевой материи. И вот, ну, благодаря, так сказать, контактам с разными тоже людьми, которые задавались этим вопросом, а стоит ли так нам углубляться в меньшайшие детали биоорганических молекул, в частности, как-то вот мы стали приходить к мысли, что не стоит ли посмотреть на живую материю немножко с другой стороны, со стороны того, что помимо вот сейчас столько изучаемых в сотнях, тысячах, может быть, десятках тысяч лабораторий нуклеиновых кислот, белков, углеводов и так далее, в живой материи присутствует еще одна субстанция, без которой просто-напросто она не существует. Это субстанция, вообще говоря, вода. И вот какую роль играет вот эта самая вода в процессах жизнедеятельности? Вот, я этой проблемой занимаюсь уже лет, ну, больше десяти лет, по крайней мере. И, в частности, хотел бы вам сегодня сообщить о том, вот, сейчас рассмотреть такой вопрос. Возможная роль горения воды в биоэнергетике. Причем под словом биоэнергетика я не понимаю здесь ничего такого эзотерического ни в коем случае. Биоэнергетика – это производство, трансформация и использование энергии в живых организмах для осуществления их жизнедеятельности. Вот, так сказать, классическое такое, так сказать, скучное определение слова биоэнергетика. И откуда, вообще говоря, берется энергия в живых организмах? Вот такая, так сказать, короткая, стоящая из трех слов фраза. Жизнь – это есть дыхание. Значит, аэробное дыхание – это основной источник энергии для всех живых организмов. Ну, если бы здесь были биологи, ну, даже думаю, что и среди физиков найдется кто-то, кто вспомнит о существовании, например, анаэробных организмов, микроорганизмов. То есть, организмов, которые не дышат, казалось бы. И поэтому, так сказать, можно, не надо обобщать на всю жизнь, что жизнь – это дыхание. На самом деле, анаэробных организмов, вообще говоря, не существует. Существуют организмы, которые действительно основную часть энергии добывают не за счет окисления кислородом каких-то там, пищевых веществ, а за счет других источников. Но, так или иначе, не существует организмов, которые бы вообще не требовали кислорода. И кислород всегда присутствует в среде, в которой обитают любые живые организмы. Мы об этом будем говорить немножко подробнее дальше, откуда это берется. И даже для тех организмов, которые считаются абсолютно анаэробными, выясняется, что у них есть все необходимые гены и необходимые ферменты, которые имеют дело с кислородом или, по крайней мере, с так называемыми активными формами кислорода. Если бы они с ним не сталкивались, то, вообще говоря, им совершенно не нужно было бы иметь всей этой самой амуниции. А она, тем не менее, у них есть. Поэтому, вот, аэробное дыхание – основной источник энергии для всех живых организмов, это есть высказывание, которому сегодня, по крайней мере, нет противоречия. Это не значит, что не появятся когда-либо какие-то организмы, которые могут вообще обитать там в физическом вакууме, скажем так. Но сегодня мы таких не знаем. Что же такое дыхание? Значит, жизнь – это и есть дыхание. И вот для того, чтобы разобраться в вопросе о том, что есть дыхание, ну, желательно обращаться к первоисточнику. Вообще, чтобы разобраться в любом вопросе, надо вернуться к самому началу. Откуда этот вопрос возник? Дыхание, как способ получения энергии живыми организмами, был открыт в конце 18 века Антуаном Лавуазье, и вот его определение дыхания. Дыхание – это медленное горение углерода и водорода, сходное во всех отношениях с тем, что протекает в горящей свече. Все дышащие животные являют собой активные тела, которые горят и выделяют продукты горения. Ну, так сказать, может быть, перевод не совсем адекватный, потому что здесь подчеркивается слово «медленное горение углерода и водорода», сходное во всех, надо было бы сказать, других отношениях с тем, что протекает в горящей свече. Вот высказывание Антуана Лавуазье. На самом деле, я его взял не из учебников по биоэнергетике и не из книг по биохимии. Для этого надо было порыться, так сказать, чтобы найти соответствующие первые источники, потому что сегодняшнее представление о дыхании достаточно сильно расходится с определением, которое дал больше 200 лет тому назад Лавуазье. Значит, существующее представление о клеточном дыхании сводится к митохондриальному дыханию. Ну, я думаю, что слово «митохондрия» и окислительная цепь переноса электронов, окислительное фосфоригирование, ну, не самые, так сказать, такие слова, которые вызывают, ну, абсолютное непонимание в этой аудитории. Ну, так или иначе. Значит, существуют в клетках такие органеллы, считается, что они оказались в клетках благодаря симбиозу с такими-то микроорганизмами, органеллы, которые называются митохондрией. И вот в этих самых органеллах есть система переносчиков электронов. Они, да, достаточно сложно устроены. И вот, если совсем просто изложить, как описывается, и сейчас оно очень подробно изучено, это самое митохондриальное дыхание, сводится оно к тому, что на входе есть пищевой субстрат, чаще всего глюкоза. Глюкоза – это простое вещество достаточно, которое содержит много атомов водорода. Эти атомы водорода являются источниками электронов. За счет сложных ферментативных процессов эти атомы водорода отщепляются от глюкозы. А практически что такое атом водорода – это протон плюс электрон. И вот они, эти электроны, горячие электроны, то есть электроны с высоким восстановительным потенциалом, они скатываются по этой цепи переносчиков, которая достаточно хорошо изучена. Вот у нас в университете, в частности на биофаке, есть крупнейший специалист в области изучения митохондриального дыхания – Академик Владимир Петрович Кулачев. Вот они скатываются по цепи этих самых переносчиков. По ходу дела на каждой ступеньке освобождаются некоторые порции энергии, которые затем преобразуются в, как считается, универсальную энергетическую валюту клетки, молекулы, которые называются АТФ. Ну а электроны истратили весь свой потенциал, и их нужно куда-то, соответственно, сбросить, эти отработанные электроны. И для того, чтобы сбросить эти отработанные электроны, вот здесь-то и стоит в качестве такого, так сказать, ну грубо, если выразиться, помойного ведра кислород, на который эти электроны сбрасываются, и кислород восстанавливается до воды. То есть кислород вот в этой системе является конечным акцептором вот этих самых отработанных электронов. Ну, грубейшая аналогия с тепловой машиной, которая не может, естественно, работать, если нет, с одной стороны, нагревателя, с другой стороны, нет холодильника. Вот, значит, кислород представляет из себя нечто в этой модели, нечто вроде холодильника. Протоны пододеваются, протоны пододеваются. А вместе все, значит, два, да, электрон должен быть, естественно, нейтрализован, электрон садится на кислород, плюс протон получается H2O. Значит, вот молекула воды, это есть четыре, две молекулы воды, получается, при восстановлении до конца одной молекулы кислорода. Значит, соответственно, электрон, плюс протон, четыре атома водорода, но это дальше будет более подробно расписано. А энергия? А энергия? А энергия? Нет, энергия получается, как считается, в форме АТФ. По ходу дела, вот эта вот крутится, вот видите, здесь, так, это, я взял картинку, которая дорисована, что вот такой, так сказать, как бы механизм, да, и вот у нас энергия освободилась, как считается, в форме АТФ. Я не буду углубляться в вопрос о том, что АТФ, вообще говоря, никакая не энергия, а просто химическое вещество, вот. А как, так сказать, при разрушении АТФ действительно совершается некая физиологическая работа, и вот вопрос преобразования того, что заложено в АТФ в работу, то есть превращение энергии в работу, он, по большому счету, вопрос открытый до сих пор. То есть сегодня вся биоэнергетика сводится к тому, как получить вот этот вот самый, так сказать, уголек. Вот. А как вот из угля получить уже непосредственный выход работы, то есть то, что нас интересует, это уже второй вопрос. Но в данном случае я еще раз говорю о том, что существующее представление о клеточном дыхании сводится к митохондриальному дыханию. И ни на какое горение это митохондриальное дыхание не похоже. Потому что энергия одной молекулы АТФ, это, ну, так сказать, если ее измерять можно в килокалориях на моль, это вообще ерунда совершеннейшая, порядка 4-5 килокалорий на моль, это порядка энергии водородной связи, в которой тоже немного энергии, прямо скажем, заложено. Вот. Но их много образуется, поэтому как бы в сумме всего очень много. Но это энергия, это энергия в каком-то смысле в одной молекуле АТФ, это энергия тепловая. И поэтому химический анализ митохондриального дыхания это не есть горение, а это есть тление. А вот что такое, собственно, горение с точки зрения химии? Горение это восстановление кислорода горячими, энергичными электродами, которые сопровождаются освобождением энергии высокой плотности или пламени. Вот в этом есть отличие между тлением, которое тоже окислительный процесс, но энергия освобождается в виде тепла, и горением, где энергия освобождается в виде света. И вот Лавазье в каком-то смысле имел в виду именно это. Вообще говоря, представление о тлении он тоже имел. Почему-то он сравнил дыхание с горением свечи. Ну вот я нашел тут в интернете довольно интересную картинку. Считается, что горящая свеча, ну она горит, светит конечно, но зато страшно много тепла, жара выделяется. И поэтому не все подчеркивают, что горение это и есть тот процесс, который, так сказать, главной его чертой является выделение энергии в виде света. То есть энергии высокой плотности. Ну вот та же самая свеча, она обжигает и так далее. Но вот если свечу то же самое поставить, и был такой эксперимент, не знаю, как его разрешили сделать в невесомости, то вот как выглядит свеча на правой картинке, как она горит в невесомости. Вы видите, нету этого красного, белого пламени, а есть только синее и фиолетовое пламя. То есть свеча в невесомости, вообще говоря, выделяет свет чрезвычайно, так сказать, ну я бы сказал, много более коротковолновый, нежели она его выделяет в обычных условиях. Почему это, я думаю, простой вопрос для, даже не студентов физтеха, а вопрос для студентов, для школьников, которые собираются на физтех поступать. Почему такое отличие между формой и цветом, который выделяет свеча в невесомости, по сравнению с формой и светом, который выделяет свеча в обычных условиях. Ну вот сейчас, извините меня за то, что приходится и дальше будет немножко, так сказать, приходится пользоваться некими химическими уравнениями. Но так или иначе надо расписать несколько этот процесс в самой такой общей форме. Горение это последовательное одноэлектронное восстановление кислорода. Что это значит? Есть молекула кислорода, и вот эта молекула кислорода, благодаря своим уникальным свойствам, о которых у меня сейчас нет возможности на них восстанавливаться, она в условиях, когда она возбуждена, и электроны горячие, может один за другим подхватывать, принимать на себя электроны. Вот на молекулу кислорода сел один электрон, который здесь обозначен кружочком, ну получается отрицательно заряженная молекула кислорода, но если это есть рядом протон, то получается такой продукт, который называется HO2, а этот продукт называется супероксид-радикал, если H нет, то это супероксид, а неон-радикал. То есть получается свободно-радикальный продукт. Отличие свободных радикалов от молекулы, это то, что свободные радикалы имеют неспаренное, нечетное число электронов, в отличие от обычных молекул, у которых четное число электронов во внешней, так сказать, их оболочке. Вот это вот очень неустойчивая частица, потому что электроны всегда стремятся спариться, как вы знаете, то есть свободные радикалы это частицы с неуравновешенным спином, неспаренным спином, значит приобретается еще один электрон, и тогда получается следующий продукт, который называется уже молекула, но это очень высокая энергетическая и неустойчивая молекула, называется перекисью водорода, а она неустойчивая, когда она разлагается, расщепляется, то выделяется большое количество энергии, но получаются такие продукты, которые в частности называются тоже свободный радикал, гидроксид-радикал, и он наконец подхватывает где-то четвертый электрон, и в результате восстановления, процесс присоединения электронов к чему-то, называется в химии восстановлением, в результате полного восстановления кислорода получается четырьмя электронами плюс четырьмя протонами получается две молекулы воды, и выделяется энергия, всего здесь четыре этапа, и выделяется, в общем-то, энергия весьма и весьма, так сказать, высокой плотности, то есть высокочастотной энергии. Значит, восемь электронов в воду. Промежуточные продукты, которые очень недолго живущие, в ходе, если мы даже будем смотреть, сколько в ходе горения свечи, там тоже обязательно образуются эти промежуточные продукты, их стационарный уровень чрезвычайно низок по сравнению с исходным содержанием кислорода, и с тем, сколько образовалось воды. Почему? Потому что они образуются и тут же исчезают, образуются и тут же исчезают, то есть идет вот такого рода поток. И вот эти промежуточные продукты называются активные формы кислорода. Ну, кто хоть немножко интересуется всякой там биомедицинской тематикой, знает, что сегодня активные формы кислорода – это такая анафема, от них все болезни идут, и надо с ними бороться всеми возможными способами, с помощью антиоксидантов и так далее, в общем, предотвращать их появление в организме и прочие-прочие всякие вещи. И здесь есть и своя истина, но здесь очень много заблуждения. Заблуждение связано в частности с тем, что, вот как здесь уже написано, что оказывается от 20 до 90% в определенных ситуациях всего потребляемого организма кислорода используется именно в этих процессах, в которых образуются вот эти промежуточные продукты, активные формы кислорода образуются и исчезают. А это, вообще говоря, не шутки. То есть не может организм быть, извините, таким идиотом, чтобы основную часть главного вещества, которое требуется для того, чтобы получить энергию, он пускал по такому пути, по ходу которого образуются жутко токсические вещества. То есть не самоубийца организма. Значит, соответственно, вот этот вот процесс, который на самом деле эквивалентен процессу горения, этот процесс является нормальным для организма, и на него надо обращать внимание. Вот на него внимание стали обращать только в самые последние годы, да и то не с точки зрения биоэнергетики. Вот то, что я вам сегодня рассказываю, это, ну, в определенной мере, так сказать, разработки, которые сделаны в очень небольшом количестве лабораторий, в частности в наших. Ну, вот один из примеров того, каким образом, когда, например, запускается вот этот вот самый механизм горения. Начало любой жизни, это только один пример, можно привести массы. Оплодотворение яйцеклетки начинается со вспышки. Когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, то включаются, так сказать, определенные совершенно ферментные системы, специфические, которые начинают активнейшим образом потреблять кислород. И вот это вот самое потребление кислорода, все, то есть в 10 раз яйцеклетка оплодотворенная интенсивнее дышит, чем неоплодотворенная яйцеклетка. И вот эта вся прибавка происходит за счет того, что вся энергия вырабатывается вот в этой форме. И это можно даже увидеть, если взять, и мы ставили такие эксперименты, но мы были не первыми в этом. Берется, скажем, рыбья икра, к ней добавляются сперматозоиды. Если происходит оплодотворение, если поставить вот эту оплодотворяемую икру перед очень чувствительным фотоумножителем, то можно наблюдать действительно вспышку излучения в видимой области спектра. Может быть там, если ультрафиолет, просто там не замечает этого фотоумножителя. То есть, другими словами, сама по себе явление, так сказать, возникновение жизни, которое происходит постоянно, непрерывно, это не только рыбья икра, особенность, а любой другой яйцеклетки, начинается вот с такого рода вспышки, вслед за которой начинается развитие новой жизни. Но в действительности, снова возвращаясь к высказыванию лавазье, дышащие животные являют собой активные тела, которые горят и выделяют продукты горения. Значит, вот, собственно, что горит, как считается, основной продукт, который горит в живых организме. Это глюкоза. Она может использоваться и для непосредственного. Можно от нее отнимать электроны и сажать их на кислород, или через метахондрии. То есть, работают на самом деле оба пути. И то, и другое нужно. Как вообще говоря, нам нужно как электричество, так и нужно батареи, так сказать, центрального окопления. Нам нужно и тепло, нам нужен и свет. Из света непросто получить тепло, из батареи непросто получить свет. Нет, нужно и то, и другое. И в организме работает и та, и другая система производства энергии. Так вот, это самое горение, полное окисление глюкозы кислородом, и при этом полное восстановление кислорода атомным водородом, которые принадлежали глюкозе, сопровождается появлением продуктов горения. Один из этих продуктов горения – это СО2, углекислый газ, который мы выдыхаем, как всем хорошо известно. А другой продукт горения – это вода. И плюс энергия, которая уже дальше будет использоваться на удовлетворении всех нужд жизнедеятельности. И вот Лобазье тогда считал, что это выделяются продукты горения. И долго еще считалось, что действительно вот это те продукты, которые организм выбрасывает. Мы вдохнули воздух, использовали кислород, выдохнули влажный воздух, который содержит воду, образовавшуюся при этом самом горении, и углекислый газ. Вот утверждается, что и вода, и СО2 – не столько конечные продукты дыхания, или вот этого самого горения, сколько его активные участники. Вот это вот, так сказать, была присказка, некая сказка, вот только начинается. Значит, что же, какую же роль играют вот эти вот два простых очень вещества, H2O и СО2, которые являются с одной стороны продуктами горения, а с другой стороны продукт горения дыхания, я их между ними сейчас в данном случае ставлю, так сказать, использую как синонимы. Вот какую роль они играют в этих всех процессах. Участник номер один – вода. Вот не очень хорошо известно большинству химиков, это показывает мой опыт, да и мне это до последнего времени было абсолютно неизвестно, хотя, в общем, всю жизнь я занимался биохимией, там, так сказать, биоорганической химией и так далее, что необходимым участником любого горения является вода. И открыто это было еще в 1794 году, то есть практически одновременно с открытием Лавуазье того, что дыхание – это и есть горение. Такая английская исследовательница, ее звали Элизабет Фулхейн, выпустила в Лондоне в 1794 году такой эссе о комбашен, комбашен – это, собственно, горение, в котором она утверждала, что в действительности, если, например, взять горение углерода, у вас есть уголь плюс кислород, что должно получаться? Должен получаться углекислый газ. И она еще тогда доказала, что если взять совершенно сухой уголь и тщательнейшим образом высушенный воздух, то горение угля не происходит. Достаточно добавить хотя бы небольшое количество воды, и начинается горение угля. И она оттуда еще 200 лет тому назад сделала следующий вывод, что условием горения является расщепление молекул воды, которые здесь, вот у нас внизу указаны, на водород и на кислород. Кислород воды присоединяется к углероду, тем самым получается углекислый газ, а водород присоединяется к кислороду воздуха, вновь образуя воду, которая снова расщепляется и таким образом осуществляет весь этот самый процесс горения. То есть, другими словами, если воду убрать, то кислород напрямую с углеродом соединяться не будет. По крайней мере, в тех условиях, которые являются, ну и не доводить это дело до, так сказать, сотен тысяч градусов и так далее, тогда, может быть, это и произойдет. А как быть, стерва, что сухие дрова молочи, чем он мокрый? Я это знаю на практике. Отлично! Вы очень хорошо это знаете. Вот дело в том, что сухих дров не бывает, по счастью. Потому что, дальше мы будем об этом более подробно говорить, целлюлоза, никогда ее высушить полностью оказывается невозможно. Сухие они только с нашей точки зрения, с обывательской точки зрения. А связанные воды там более чем достаточно. А что касается горения угля, то несмотря на то, что в учебниках химии этих вещей нету, но в технологии сегодня это есть. Например, в нашей стране несколько десятилетий тому назад была разработана технология на теплоэлектростанции, где сжигали не уголь, а сжигали суспензию угля в воде, где содержание воды достигало 50%, 40-50%. Очень удобная штука, которую можно было от шахты качать по трубам до теплоэлектростанции, а не возить ее вагонами, с тем, чтобы все это дело рассыпалось и так далее. Вот такая вот была... Как вы говорили на прошлом семинаре, про угол и про мазут. Абсолютно. Я имею в виду, что эта технология была промышленная. Но сейчас, к сожалению, она, по-моему, несколько завяла. Хотя в общем, в мире снова это восстанавливается. 1794 год. Лет через об этом открытии Фулхем знали все химики того времени. Но все это было забыто буквально через 10-20 лет после этого открытия. Фактически она открыла вот какую вещь. Ведь если говорить, что горение это и есть восстановление кислорода, а не окисление углерода, потому что можно и без углерода, так сказать, совершить горение. Вы взяли смесь водорода и кислорода, подожгли, и у вас будет взрыв гремучего газа, это тоже есть горение, без всякого углерода. То получается, что здесь горение, это и есть горение воды. Вода сгорает, но снова появляется вода, и она все время сгорает. Вот. Просто кислород воды уходит на углерод. Значит, все это было забыто. Вода в этом смысле играет еще роль катализатора. Считается, что катализ был открыт, кстати говоря, тоже, так сказать, биохимиком, Бюхнером, через 100 лет после Фулхем в конце уже 19-го века, где-то в 1880-м году был открыт катализ, но не катализ водой. А вот в 1877 году, примерно, в то время, как был открыт катализ, тоже английский химик Диксон показал, что действительно сухой, например, СО, угарный газ, если его смешать с сухим кислородом и пытаться поджечь его искрой, то горение не вспыхивает. Никакой вспышки при этом не происходит. Если и то, и другое, и сосуд тщательнейшим образом высушен. Если чуть-чуть добавить туда следы воды или недосушить сосуд стеклянный, недосушить, это не значит, что там капли капают со стенки, сушить сосуды приходилось иногда, в котором эти газы смешиваются иногда, приходилось неделями, для того, чтобы оторвать всю воду от поверхности стекла. Вот в этом случае горение не происходило. Стоило добавить туда небольшое количество воды и СО2 в присутствии кислорода под действием искры, зажигание вспыхивает. Значит, все это было открыто. Этим занимался, в частности, Менделеев. Конечно, это произвело большое впечатление на химическую общественность и с того времени 50 лет занимались изучением роли воды в горении в химических системах. Так и не поняли, в чем дело. И опять забыли. То есть последние работы были опубликованы в 30-е годы прошлого века на эту тему. Потом, значит, снова молчание вот до самого последнего времени. Ну вот самое последнее время обнаружилось, что на самом деле можно просто глазами увидеть горение воды. Вот в 2007-м уже году американские изобретатели, исследователи Джон Канзиус занимаясь совсем другими вещами случайно обнаружил следующую вещь. Если взять не просто воду, а морскую воду. Или воду, ну, потом дальше уже стали заниматься физики какой-то. Арустов Рой, кстати, иностранный член нашей Академии наук выпустил уже в прошлом году статью, в которой это тщательно он изучил. Если взять соленую воду, подсоленую воду, и поместить ее в поддействие излучателя генератора радиоволны, в данном случае здесь 800-900 мегагерц, достаточно интенсивную, должна быть самая излучательная, ну, не сверхъестественная радиостанция, но, так сказать, достаточно интенсивная. И вот эта вот пробирка, пробирка с этой водой оказывается в поле действия этих самых радиоволн, искра, и вы видите, что эта соленая вода начинает буквально в смысле этого слова гореть. температура этого пламени достигает 1600 градусов, что гораздо выше, чем температура горения водорода в кислороде. Собственно, что горит-то? А горит опять тот же самый, то есть под действием радиоволн происходит разложение воды на кислород и водород. Водород, атомарный в данном случае выделяется из воды, и, если вы понимаете, интенсивность его выделения такова, что можно, поджечь и видеть вот это пламя. Но если взять дистиллированную воду, ничего этого не будет. Нужна не вода, а нужна водная система. И вот сейчас, до того и дальше, когда я употребляю слово вода, я всегда имею в виду не абстрактную H2O и гигантское количество молекул H2O, которые мы можем себе вообразить, и мы можем строить различного рода математические модели, как эти молекулы H2O друг с другом или взаимодействуют с водородными связями и так далее, я имею в виду реальную воду, которая никогда не бывает абсолютно чистой, не содержащей вообще ничего от этой самой H2O. Это одна из самых дефектных субстанций, известных в общем нам. Намного более дефектно, чем что-либо другое. Насколько чистая вода может гореть? То есть можно получить такую воду, которая не будет гореть? Да, я только что сказал. То есть можно, нечелирование уже не гореть. То есть вода лишенная солей, небольшое количество солей в воде должно быть. Вполне возможно, что туда можно добавлять такие... Речи исследовались пока, так сказать, добавление к воде натрий, хлор, калий, хлор, в общем, вот других солей или просто брали воду морскую и поджигали ее. Вот она, собственно, горела. Но ни натрий, ни хлор здесь не горят. А они потом оседают как-то? Да, это при этом действительно происходит хороший очень вопрос. Собственно, было обнаружено, что, значит, обнаружили следующую вещь, что если взять вот эту вот самую воду, поместить ее под действие радиоволн, то происходит выпадение обессоливания воды, то есть осадки. А потом случайно была искра, и это все вспыхнуло. загорелось. То есть, другими словами, это, так сказать, сейчас пошли немножко в другую сторону, то есть это оказался один из не очень эффективных пока что еще способов обессоливания воды, потому что, в общем, так сказать, генератор радиоволн потребляет достаточно большое количество энергии. Но это все была всякая, так сказать, такая химия. Можно сказать, что это по образу электродиз? Нет. Под действием воды? Нет, нет, электродиза здесь ни в коем случае нет, потому что здесь нет разности потенциалов между двумя электродами, один из которых является донором электронов, катод, а другой акцептором электронов. Пробирку вы помещаете рядом с источником радиоволн. Они же состоят, там переменные поли. А, ну это тема, разделение зарядов происходит в самой воде, но не за счет, это не электролиз, потому что под электролизом подразумевается помещение воды в электростатическое, причем электроды должны быть в самой воде, либо в электростатическое, либо в поле определенной частоты. Но чаще всего электролиз проводится под действием постоянного электричества тока, постоянная разница напряжения между этими вещами. Так что это не есть электролиз воды. Хотя на самом деле родственность биосолда есть, потому что при электролизе тоже происходит распадение воды на водород кислорода. Оказывается, что и в объеме может происходить. Но об этом дальше мы будем более подробно говорить. То есть происходит мы закачиваем энергию в молекулы? Мы закачиваем энергию в соленую воду. Нет, а молекулы за счет чего разрывают? Мы закачиваем энергию в соленую воду. Дальше, слушайте, дальше. А это будет? Да, это будет. То есть, ежели мы возьмем... Почему чудо? С точки зрения и физиков, и химиков, вот этот самый процесс. Потому что молекулы воды можно расщепить на водород и кислород с помощью ультрафиолета. Ультрафиолет это 10,15 Гц. А здесь было 900 МГц. 900 МГц. Это чрезвычайно низкая плотность энергии. Значит, для того, чтобы порвать связь между атомом кислорода и атомом водорода, необходима энергия по крайней мере 5 электронов вольт. Ну, здесь вам, кто-то из вас в уме может пересчитать, сколько электронов вольт? Это вот 800, 900, ну, тысяча. 1 ГГц. Сколько это электронов вольт? 0,00? Ничто. Так сказать, с этой точки зрения. Вот. Теперь, значит, дальше. Все это всякое, так сказать, пока мы же хотели говорить о дыхании, а не просто о горении. Да? О дыхании дышат живые организмы. И вот возвращаясь к живым организмам. Вода, во-первых, доминирующая субстанция в живой материи. Ну, так сказать, против этого никто не будет спорить. И она играет ключевую роль и в их жизнедеятельности, и определяет их морфологию. Вот то, что она играет ключевую роль в их жизнедеятельности, это тоже не самое привиальное высказывание. Потому что, если вы возьмете вот такой толстенный учебник современной биохимии на тысячу страниц, то там в воде посвящено примерно 5% всего текста. Все 90%. А то и меньше. 3% текста. И из этого никак не следует, что вода играет в живых организмах ключевую роль. А вот то, что она играет ключевую роль, я вот люблю такого рода пример. Обычно говорят, ну вот в нашем организме 60-70% воды, это ой, как много. Но с другой стороны 30-40% веществ, которые можно выделять, изучать, анализировать и так далее, чем, собственно, занимает себя и химией. Вот, не очень хорошо видно, но я думаю, что здесь так и не очень представить. Вот есть такие, тоже живые, абсолютно, организмы. Ничуть не менее живые, чем мы с вами. Медузы. И есть такие медузы, которые по, не все, ну есть виды медуз, которые по массе состоят из воды на 99,9%. То есть в килограмме этой медузы 999 грамм воды. И 1 грамм приходится на все остальное, включая нуклеиновые кислоты, белки, углеводы, соли, которые там в ней есть, все вместе. С точки зрения чистоты, это вода чище, чем вода из-под крана по своему, по содержанию в ней воды. Но уж намного чище, чем морская вода, потому что в морской воде меньше по массе 97% воды, больше 3% солей в морской воде. То есть у нас применение солей, чем окружающие люди? Значит, если морская вода у нас содержит больше 3% солей, обычно 3,6-3,8, то медуза, которая живет в этой самой воде, содержит солей меньше 1,1%, потому что что-то нужно нам дать на, так сказать, на органику. А в общем-то так вот был там люди, которые пересекали океаны, они питались, но не медузами, они там рыбами, они пресные, вообще-то говорят, они пресные, люди могут пересечь океан без капли пресной воды и тем не менее не умереть от жажды, если они ловят рыбу и пьют, эту самую не только едят, но еще и пьют. Так сказать, вода в рыбьем мясе, медузы я не знаю, пьют или не пьют, ну вот, по крайней мере, был такой, сейчас, я не помню его, книжку была о человеке, который на байдаке пересек Атлантический океан на спор, не взяв с собой ни еды, ни воды. И вот он таким образом утолял свою жажду живыми организмами. Но тут целые вопросы возникают по поводу этой медузы, которая меня больше всего удивила, что когда я, так сказать, наткнулся на этот факт, меня самого удивило, а как я-то сам об этом не задумывался, есть такая штука, называется осмос. Да? Если у вас есть вот эта вода и вот эта вода, вот в этой воде у вас твердые фещеры, солей в частности, на два порядка меньше, чем в этой воде, то вообще-то говоря, значит, либо тут какая-то абсолютно непроницаемая перепонка между этим мешком с водой и окружающей водой, либо так называемые полупроницаемые мебраны, через которые вода может проходить, а соли проходить не могут. Что будет в этой ситуации? А в этой ситуации эта самая медуза должна тут же превратиться вообще в маленький шарик, то есть вся из нее вода должна высосаться за счет осматических сил в окружающую среду. Но этого не происходит. И нету никакой полупроницаемой, нету никаких насосов, которые бы откачивали, соли, которые должны растворяться в этой воде медузы, нету вообще ничего, нету этих мембранок на поверхности, которые служили бы таким барьером, разрежьте медузу пополам, из нее не выльется вся находящаяся в ней вода. Это у вас будет две половинки такого же самого, по-английски медуза называется джелифиш, две половинки желе. Значит, вот это вот 99,9% воды чем-то очень сильно отличаются от той воды, в которой эта медуза обитает. Но, если взять и высушить эту самую медузу, это можно сделать, отобрать всю эту воду, сконденсировать ее, то это уже будет никакая не медуза, это в этой воде прекрасно все будет растворяться, любые соли, никакой особой этой водой не будет, это будет просто-напросто конденсат, следовательно, вот те самые 0,1% того, что можно было бы даже этим делом пренебречь, и делают вот эти 99,9% воды чем-то особенным. Вот эти вот одну десятую. Если мы отделим одно от другого, то будет просто тончайшая пленка, мукуса, полисахаридов, ну и белков и чего-то такого еще, которые тоже не живые абсолютно, так сказать, а просто смесь химикатов, и очень чистая, еще более чистая вода, которая тоже ничего особенного себе не представляет, просто дистиллированную воду. Так вот, вода медузы живая, вода, а она действительно, когда мне спрашивают часто, вот, говорят, тут у воды есть память, идиоты, ха-ха-ха, вы можете привести вот один пример? Пожалуйста, поезжайте, потрогайте вот эту самую медузу в море, это живая вода, у нее не только что память, у нее вообще есть рефлекс, у нее есть агрессия, она размножаться может, она может делать все, что угодно, это абсолютно живая вода, кто-то скажет, что это не так, но это же не, извините, вода, с точки зрения просто химического состава, это вода, но, очевидно, какая-то другая, вот, так вот, только благодаря ее взаимодействию с твердыми биомолекулами, ну, условно, будем называть, например, кислоты, белки, там, сахара, и прочие гормоны, твердыми, они, в общем, в конце концов, ниже места. Хорошо, медуза, это такой особый пример, пример того, что вода может превращаться в какое-то особое состояние, взаимодействуя с веществами, которые очень сильно ее, которые гидратируются очень сильно. Какое основное вещество у медузы? Ну, это, в общем, слизь, да, вот мы, так сказать, это есть вещества, которые называются мукс, это полисахариды, которые, в общем, делают желе, фактически. А что, то есть, вода становится какой-то другой, когда она взаимодействует с какими-то особыми поверхностями, со смачиваемыми поверхностями. Вот, от медузы перейдем к самим себе, например, ну, или к любым другим животным, которые имеют кровь. Вот, значит, состояние воды в крови. Что же это за состояние? Кровь состоит из, грубо говоря, так сказать, жидкой фракции, называется плазма, и твердой фракции, ну, и не твердой фракции, клеточной фракцией, так сказать, ну, эритроциты в основном, там, до 99,9% это эритроциты. Что, если я представляю, это эритроцит? Вот такая вот красивая клеточка здесь справа, двоековогнутый диск, который набит, нашпигован молекулами одного сорта, называется гемоглобин. Вот, собственно, они кислород связывают, переносят и так далее. Значит, стандартное, опять же, представление по умолчанию, в клетке в эритроците по массе где-то порядка 34% гемоглобина, остальное вода. Ну, по умолчанию считается, что это очень концентрированный раствор гемоглобина в этой самой воде эритроцита. Но, если взять и представить себе, что молекулы гемоглобина, которые вот такие вот здоровые, по сравнению с молекулой воды, молекула воды 18, дальтон, ее молекулярная масса от гемоглобина 68 тысяч, и распределить молекулы гемоглобина равномерно по эритроциту, то выяснится, что молекулы гемоглобина разделены двумя 18 слоями молекул воды. Можно ли вот такие вот тонкие слои молекул воды считать и аппроксимировать обычной объемной водой в стакане, в бутылке или где-то там еще. Это вода, которая уже приповерхностная, вода, которая смачивает эти самые молекулы гемоглобина. И еще опять же 40 лет тому назад наш известный наш радиобиолог, основатель института биофизики Кпущина, один основатель, Александр Михайлович Кузин, и был такой биофизик Тринчер, Карл Тринчер, которого, к сожалению, отсюда выжили. Вот они опубликовали статью, в которой говорили, что эритроцит необходимо рассматривать как жидкий кристалл. Это было еще в 60-е годы. Жидкий кристалл, то есть это не есть раствор ни в коем смысле. Хорошо, но в крови в 6 литрах крови 3 литра жидкости, которая называется плазма. Ну, будем хотя бы, может это хотя бы, так сказать, обычный водный раствор, какая-то водная система. Значит, эритроцит маленькая клетка, но их в крови много, половина объема они занимают. Если посчитать площадь поверхности всех эритроцитов в 6 литрах крови, то выяснится, что по минимуму с нормальным прикидком, не учитывая всяких этих вот, так сказать, ну, просто взять как геометрическую фигуру, то выяснится, что площадь поверхности всех эритроцитов в 5000 квадратных метров. Если развить на поверхности 5000 квадратных метров 3 литра даже чистой воды, то слой будет меньше микрона. Это тоже не свободная вода, так сказать, слой меньше микрона это что-то такое особое. К тому же это в плазме помимо воды еще куча белков, которые тоже гидротированы и так далее. Таким образом, существенная часть воды крови это вода гидратная, пограничная, а ее свойства сильно отличаются от свойств обычной объемной воды. И это же относится к протоплазме всех живых клеток. Значит, отсюда следствия такие, что эритроциты это и есть не растворы, а житкие кристаллы, что, в общем, не найдете вы сегодня в учебниках соответствующих ни физиологии, ни биохимии, ни клеточной биологии, а кровь не течет, а скользит, потому что вот эта вот самая вода, прочно сидящая на поверхностях, это вода особая, что будет видно вот из последующего. Вот, то, что вода поверхностная, это довольно особая вода, об этом было известно, об этом говорили уже больше, ну, где-то с начала 20-го века, то есть больше 100 лет, но надо было доказывать, надо было сделать это очевидно. И вот такой американский биофизик Джеральд Полок начал ставить эксперименты для того, чтобы выяснить, чем же отличается поверхностная вода, пограничная вода, которая находится у границы с телом, которое она смачивает, чем же она отличается от объемной воды, от воды в середине, условно говоря, стакана. Есть ли какое-то отличие воды у поверхности стакана, у стенки и в середине этого самого стакана, чем отличается и насколько велик тот слой воды, который может отличаться. И он поставил такой довольно большой, простой эксперимент еще в 2003 году. Сейчас уже импликовано статьей 15 на эту тему и много чего выяснилось. Вот это вот есть гель, гидрогель, то есть это, ну, кусочек холодца, условно говоря, химического. То есть это есть вещество, которое хорошо очень смачивается водой. Вот это вещество контактирует с жидкой водой. В эту жидкую воду помещают микросферы, то есть частицы, которые должны, и они еще заряжены к тому же, могут быть заряжены отрицательно, могут быть заряжены положительно. Что следует ожидать с точки зрения элементарной физики, электростатики? Что они должны равномерно распределиться по всему объему, потому что эти микросферы будут отталкивать друг друга. А в реальности что происходит? А в реальности происходит следующее. Вместо того, чтобы быть равноверно распределенными, они начинают от этой поверхности отталкиваться. И это отталкивание в зависимости от свойств поверхности может осуществляться на расстоянии доли миллиметра. 500, 600, 700 микрон. То есть вот такого рода поверхностные слои воды можно увидеть с помощью невооруженного глаза в определенных ситуациях. Значит, вот что было показано. Это работа 2003-го, но сейчас уже даже не 2009-го, а 2010-го года. Джеральда Поллока и, в общем, в частности, мы тоже кое-что сделали в этом направлении вслед за ним, надо сказать. Что водная фаза, он показал, прилегающая к гидрофильным поверхностям или пограничная вода. Может этот толстый слой, это не как считается в обычной физической химии один, но от силы два мономолекулярных слоя воды, потому что все остальное должно разрушаться с помощью тепловых при нормальной комнатной температуре, значит, при температуре КТ, КТ должно разрушать вообще все. Нет, это все не так. Около этих гидрофильных поверхностей образуются толстые слои воды, которые могут простираться на расстояние до нескольких сотен микрон, если это на молекулы воды пересчитать, то это будут сотни тысяч слоев воды, и вот эта вода отличается от объемной по растворимости в ней различных веществ, то есть она практически не является растворителем, в ней ничего не растворяется, что растворяется в воде, которая далеко отстоит от этой поверхности. Отличается по плотности, отличается по температуре замерзания, это поляризованная вода, дает другой спектр Я-МР, эта вода, и в общем масса других свойств для этой пограничной воды сегодня описаны, которые могут говорить в целом о том, что эта вода и обладает свойствами жидкокристаллическими, она не лед, ни в коем случае, эта вода, эта вода, с другой стороны, и не пар, эта вода и не обычная жидкая вода, свойства, которые мы изучили и которые приведены во всех справочниках, это четвертое агрегатное состояние воды, жидкокристаллическая или квазиполимерная вода. Теперь, если вернуться вот к этой самой, к этим крови, о которой только что мы с вами говорили, то, соответственно, получается, что в крови практически вся вода представлена вот такой вот водой. Ну, она не столь идеальна, как в этих его, так сказать, искусственных экспериментах, где берется большая поверхность, сильно отрицательно заряженная поверхность, которая формирует вот такой здоровенный слой воды, но так или иначе наш организм, посмотрите, любую клетку, любой, самый примитивный рисунок любой клетки, ткани и так далее, вы увидите там в основном поверхности раздела. Это в основном будут мембраны самые разнообразные, там белки и так далее, и так далее, и все это гидротировано. И вот вся вода в клетке, она так или иначе, существенную ее часть представлена вот такой вот водой. Жидный кристалл, квазиполиверная водная фаза. Но это вот, смотрим, так сказать, мы говорим здесь о строении, о структуре, так называемой. Когда говорят, есть ли у воды структура. Но я не знаю, как насчет вот это, и такое здесь справа. Там есть какие-то кластеры, квадраты и так далее, это и другие занимаются. Меня интересует вот эта вот вода. Это и есть структура, причем чрезвычайно высокоорганизованная. Это структурированная вода. Только структура это динамическая, потому что молекулы воды здесь не сидят вот так вот, так сказать, не приклеены друг к другу, неразрываемыми связями. Они могут обмениваться с другими молекулами воды. А структура остается. Это динамическая структура. Но самое главное, это то, что эта вода может играть принципиально важную роль в биоэнергетике. Потому что эта вода пограничная отрицательно заряжена относительно объемной воды. Я покажу вам сейчас картинку, которая выиллюстрирует это. Второе. В спектре поглощения пограничной воды обновлен пик с максимумом 270 нанометров. Это ультрафиолет. Это ультрафиолетовый пик. Между прочим, характерная длина волны для белков и нуклеиновых кислот, которую в данной системе уж точно отрадясь не было, потому что идет работа с чистой водой, не содержащей ни белков, ни нуклеиновых кислот. А пик поглощения 200, вообще обычная вода начинает поглощать только ниже 200 нанометров. То есть это вот, так сказать, довольно уже более жесткий ультрафиолет. А вот пик 270 нанометров в обычной воде никто не наблюдал. Здесь удалось его наблюдать, потому что удалось получить толстые слои вот этой воды. Ну и что еще тоже интересно, это толщина слоя пограничной воде возрастает при ее освещении светом видимой и особенно инфракрасной области спектра. Естественно, если интенсивности неизбыточны. Что тоже есть такой английский термин counter-intuitive, то есть противоречит как бы нашим ожиданиям. Условно говоря, мы если ее облучаем инфракрасным, то мы туда тепла вносим больше, разрушаться все должно, а она только становится еще более толстой. Этот самый слой не разрушается, а еще сильнее формируется. Вот. Вот то, что разность потенциала. Вот поскольку слой толстый, ну вот есть такой полимер нафион, который хорошо делает хорошую вот эту цветенькую, это есть вот эта самая пограничная вода, сюда можно засунуть микроэлектрод и один микроэлектрод засовывается сюда, другой микроэлектрод засовывается сюда, вот здесь вот масштаб 100 микрон, вот это вот где-то здесь порядка 200 микрон или там 150 микрон, то между этими двумя электродами возникает разность потенциалов, минус достигающая 150 милливольт, не слабо, вообще 0,15 вольта между вот одной водой и другой водой а если засунуть сюда амперметр ну вообще говоря измерение вольтметров тоже так сказать это вы проводниками закорачиваете эту всю систему а если засунуть амперметр то сразу сюда сунули амперметр и вот начинает течь ток по проводнику электроны начинают течь и он вообще говоря не прекращает свое течение этот ток это здесь речь идет о минутах вот это по крайней мере 500 минут вот он выходит на какой-то уровень и течет, течет, течет себе этот самый электронный ток из одной воды в другую и продолжает себе течь если осветить эту воду инфракрасным, вот эту систему в которой представлена эта вода и эта вода, если осветить ее видим или инфракрасным светом, то будет наблюдаться увеличение силы тока и будет повышение то есть освещение способствует увеличению этого самого тока то есть у нас получается тепловая энергия тратится на разность потенциалов и световая тоже нет, если не светить то жидкость будет остывать просто а вот здесь мы еще до этого дела дойдем избавиться на самом деле от инфракрасного излучения невозможно спрятаться только можно в абсолютном нуле вот так вот это выходит на уровень вот значит избавиться полностью невозможно может укурить или уменьшить его интенсивность вот значит что вот из этих самых свойств этой воды следует следствия какие это следует что электроны возбуждены значительно сильнее чем в объемной воде то есть у вас если есть практически одна вода есть донор электронов вторая есть так сказать туда электроны стекают у вас есть разность потенциала то есть электроны в этой воде возбуждены сильнее поглощение при 270 мм это поглощение веществ ароматических у которых ни электроны ни сигма которые сидят ближе всего к едва это уже возбужденные тоже электроны там как так сказать пи электроны для отрыва этих электронов нужна небольшая энергия активации и тепло или инфракрасный свет что собственно эквивалент на тепло увеличивает электронно-донорную емкость вот этой вот самой воды отсюда вот эта вот вода да я не здесь употребил термин не переведя его изи вотом он его называет значит он называет изи вота потому что он обнаружил что эта вода плохой очень растворитель из нее выталкивается не только эти микрочастицы которые мы там микросферы которые туда засунули но даже белки в ней не растворяются и низкомолекулярные вещества поэтому он назвал эту воду эксклужен зон вода зона исключающая расклоренные вещества из-за воды есть источник электронов теперь кто же будет в принципе в такой водной системе акцептором этих электронов куда эти электроны потекут значит когда мы туда засунули электроды то электроны вообще-то говоря потекли с на месте друг а кто же будет акцептором этих электронов Естественным акцентом электронов в воде является кислород И кислород присутствует в воде всегда Это к вопросу об анаэробных организах Вот это еще работы, которые были начаты в конце 80-х годов прошлого века В институте прикладной физики в Нижнем Новгороде В частности, где была показана следующая вещь Если брать воду обыкновенную и начать ее перемешивать Действовать на нее слышимым звуком, не говоря уже об ультразвуке Пропихивать эту воду через тонкие капилляры То в этой воде увеличивается содержание перекиси водорода Причем вода, не содержащая солей, менее хорошо реагирует на механические воздействия Вода с солями лучше будет давать перекись водорода Как можно из воды получить перекись водорода? А для этого воду надо расщепить Вот, значит, если они исходили из того, что вода может быть квазиполимером Они еще ничего не знали тогда о пограничной воде Что вода может быть квазиполимером А квазиполимеры Полимеры Это такие Есть специальная химия полимеров Называется механохимия Вот, ну, так сказать, все знают, что Обычная полиэтиленовая пленка Пресс, если ее держать на свету И там охлаждать, нагревать и так далее Она деревенеет, костенеет, разрушается Начинает сыпаться Что, собственно, происходит? Начинают рваться ковалентные связи Между атомами углерода в полиэтилене А для их разрыва, с точки зрения химии, нужен ультрафиолет А оказывается, можно много раз нагреть, охладить И у вас эта пленка постарела Старение полимеров Почему это происходит? А это происходит потому, что полимеры способны Концентрировать механическую энергию До плотностей, которые эквивалентны энергии Ультрафиолетовых фотонов, разрывающих валентные связи И вот, в частности, если в воде есть Хотя бы участки, имеющие квазиполимерную природу То под действием механических воздействий Там будет концентрироваться энергия Эта механическая До таких значений Что позволяет разорвать молекулы воды На ее составляющие элементы На атом водорода и на гидроксилрадикал Не диссоциация воды на H+, и OH- А это разрыв молекулы на свободные радикалы А гидроксилрадикалы, если много таких дефектов произошло Будут рекомбинировать, будет получаться перекись водорода Правда, тоже неустойчивое соединение Которое будет расщепляться И давать кислород в воде То есть, другими словами Любые механические воздействия на воду Приводят к появлению в воде Мы можем заегустировать перекись водорода И можем заегустировать в воде кислород Избавить воду от кислорода Оказывается невозможным, в принципе Потому что мы не можем ее хранить в полном покое Кстати, ее можно заморозить Но для того, чтобы ее потом дальше прональзировать Надо будет оттаять А при оттаивании опять перекись водорода увеличивается В этой самой воде Сконденсировать Испарить, сконденсировать Опять перекись водорода становится больше Значит, в воде всегда есть кислород Итак, что у нас имеется? У нас имеется, что Вот происходит по действию механических сил на воду Происходит расщепление воды И реакции, которые следуют за расщеплением воды Сопровождаются освобождением энергии Вот вода расщепилась и снова рекомбинировала Расщепилась под действием слышимого звука Условно говоря, 5-10 кГц А когда рекомбинировала То рекомбинация двух свободных радикалов Дает энергию, соответствующую 10 в 14 степени Гц Значит, два атома водорода рекомбинировали Получилась молекула водорода Тоже энергия электронного возбуждения Два гидроксилорадикала Тут я забыл второй нарисовать Рекомбинировали Перекись водорода плюс энергия Перекись водорода расщепилась Плюс энергия электронного возбуждения То есть, вот эти все процессы Которые протекают в воде Они сопровождаются выделением энергии Эквивалентной фотоном Видимой или ультрафиолетовой области спектра Это, вообще говоря, речь идет о том Что выделяется свободная энергия В процессах этих Потому что эту энергию Она может либо диссипировать Рассеяться, естественно Либо сбросить свой потенциал И термализоваться Как, например, пейкись водорода при расщеплении Дает энергию порядка 3 электронов вольта Но вода Но за счет того, что идет хаотизация Эта вода, если интенсивно идет процесс расщепления Перекись водородой в воде Эта вода вскипит То есть она превратится в тепловую Вот Теперь, значит, что у нас есть Вообще в любой практически воде Но в некоторых водах лучше, чем в других В любой воде всегда есть поверхность раздела Это будет поверхность раздела со стенкой сосуда Это будет поверхность раздела вода-воздух Или другой газ Или что-то такое еще Это будут поверхности раздела вода С включенными в ней соединениями Вокруг которых будет образовываться Вот эта вот самая электронно возбужденная пограничная вода Но не вся вода в таком состоянии находится А какая-то часть воды находится в гораздо менее организованном, ну скажем так, дезорганизованном состоянии Это объемная вода Значит, в этой объемной воде будет всегда присутствовать кислород Больше, меньше, это уже другой вопрос Значит, вот он там всегда присутствует Это донор электронов, там есть акцептор электронов И в принципе, что может происходить при воздействии на эту воду Механической энергии или какой-то еще, даже каких-то импульсов Потому что дальше пойдут цепные реакции, разъединенные цепные реакции Электроны срываются с молекул воды, из организованной воды Они будут акцептироваться кислородом или уже активными формами кислорода, которые в результате получаются Соответственно, электрон оторвался, здесь остался протон Этот протон будет отсюда вытолкнут и показано, что вот на этой границе довольно много протонов Протон тоже сюда пойдет И таким образом, что будет происходить? Будет происходить восстановление кислорода до воды Вот этой водой, рассчитываясь, будет восстанавливать кислород Ну, здесь много промежуточных продуктов до воды И при этом будет освобождаться энергия Значит, если нарисовать эту реакцию брутто Это получается, с точки зрения химии, совершенно какая-то бессмысленная химическая реакция Какой-то там перпетум мобили Здесь у нас есть вода, вот эта H2O, которая окисляется кислородом или его восстанавливает Продуктами этой реакции являются, опять же, кислород и вода Этот кислород получился из этих двух молекул воды А эта вода получилась из этих четырех атомов водорода и этой молекулы кислорода Разница в том, где этот кислород находится Разница в том, где, что из себя представляет эта вода Значит, он так или иначе кислород будет находиться вот здесь Вот в этой воде То есть вот эти воды и кислороды отличаются, кто в толще, а кто в поверхности Нет, он здесь будет появляться и он здесь будет оставаться Другое дело, что вот эта вода, будучи донором электронов, она будет естественно разрушаться как структурированная вода и превращаться в объемную воду. То есть исходным источником освобожденной энергии является превращение вот этой динамически структурированной воды, возбужденной воды, в дезорганизованную объемную воду. В этой системе у нас происходит рост энтропии, и источником освобожденной энергии является увеличение энтропии в этой системе. Другое дело, что система возобновима, потому что пока у вас есть поверхности, которые организуют, структурируют эту воду, то эта объемная вода снова будет абсорбироваться этими поверхностями и снова давать вот эту самую пограничную воду. То есть речь идет о процессе, в котором у нас идет превращение запасенной в форме структуры энергии в свободную энергию, которая может либо диссипировать, либо превращаться в какую-то полезную работу, так сказать, либо излучаться в виде света, тепла и так далее. Можно сказать, здесь же речь идет про гидрофильный поверхность? Да. Если у нас есть гидрофильный поверхность, то в процессе смачивания этой поверхности у нас выделяется энергию? Во-первых, в процессе смачивания этой поверхности точно выделяется энергию. Потому что понятно, что... Дальше. После того, как поверхность смочилась уже, то, что вы сказали, совершенно верно. Если вы потом вводите вот эти электрофильные, то после этого смещается равновесие, и уже энергия на единицу смачиваемой поверхности в условиях, когда вот этот приповерхностный слой закорочен с толщиной, другая, чем если это короткого замыкания. Вот, собственно, по всей видимости, эта разность поверхностных энергий при наличии и при отсутствии короткого замыкания мы здесь и можем вызвать задачу. Да, совершенно верно. Другой вопрос, что вот здесь у меня нарисована стрелка в эту сторону только, а как с этой самой Елизабет Фулхейл, по большому счету, надо было бы нарисовать и вот эту вот самую стрелку, потому что при наличии вот этой, при сохранении наличии вот этой вот поверхности у вас, ли, этот самый слой снова вернется. Он вернулся, вам придется разорвать цепь. Нет, не надо будет разорвать цепь. Надо будет прекратить подачу тепловой или инфракрасной энергии, полностью прекратить, для того, чтобы этот слой не формировался. Значит, мы здесь к самому концу добегаем уже того, о чем речь идет. Речь идет о том, что мы имеем дело здесь с трансформатором. Это не генератор энергии, а это и есть трансформатор энергии. Это и есть трансформатор энергии, по меньшей мере, тепла или механической энергии в энергию гораздо более высокого потенциала. Вы знаете, что-то не будет, что энергия, тепловая энергия или механическая? Почему? Тепловая энергия, то, что мы называем тепловой энергией, мы ее рассматриваем как случайное столкновение молекул. Только в газовой фазе. Чтобы мы могли извлекать энергию, нам нужна некая неравновесие. Совершенно верно. Она здесь есть. Она здесь представлена. Это неравновесие. Соответственно, если мы получаем эту энергию в виде механической энергии, которая нарушает тепловую равновесие... Нет, мы получаем эту энергию в виде световой энергии, а не механической. Или в виде света с температурой больше, чем температура этой воды. Да, мы ее можем... Энергия света выше, чем температура этой воды порядков на 5. Да, но если речь идет про инфракрасное излучение, то надо подчеркнуть, что это инфракрасное излучение должно соответствовать температуре выше, чем кофе. Нет, совершенно не обязательно. Вообще-то говоря... Если это тепловое излучение находится в равновесии с водой, то мы не сможем из него ничего изменить. Правильно. Если у нас вся вода будет вот такой, то вы здесь совершенно правы. Вот до того момента, когда было обнаружено наличие вот этой вот батареи, вы были абсолютно правы. Если у нас вся вода вот такая, то ничего отсюда извлечь невозможно. Потому что это и есть тепловое равновесие со средой. То есть это и есть все в термостате. А вот то, что температура этой воды структурная, на самом деле существенно ниже. И вот есть такой у нас в институте биофизики Хижняк, который участвовал в этих экспериментах. И с помощью века радиометра он смотрел, что же из себя представляет температура вот этой воды и этой воды. На самом деле, конечно, не температура с точки зрения хаотического движения молекул, а с точки зрения излучения этой водой. Ну, он смотрел, по-моему, еще радиомик, условно говоря, прибора ночного виде. Да, такого чрезвычайно чувствительного, хорошо откалиброванного. Так вот, эта вода была абсолютно чрезвычайно холодной. Это означает, что система еще не пришла в термодинамическое равновесие? Совершенно верно. Она остается в таком виде, как я дальше, но я забегаю вперед. Она у меня не приходит в равновесие в нормальных комнатных условиях больше, чем год. Один миллилитр. Что будет через сто тысяч лет, я не знаю. Я пока занимаюсь экспериментами в реальном времени. Этот момент надо подчеркнуть. Да, совершенно верно. В реальном. Потому что до тех пор, пока система не пришла в термодинамическое равновесие, мы можем из этой системы извлекать... Совершенно верно. Пока не пришла в термодинамическое равновесие. Поэтому я занимаюсь экспериментальной работой, которая начинается в такой-то момент времени и заканчивается в какой-то другой момент времени. А то, что у нас есть разные характерные времена релаксации, они всегда едут. Абсолютно верно. То есть, я каждый раз говорю, что вы можете очень долго ждать, пока Броуновское движение раскидает книги с книжных полок по всей комнате. Чтобы, соответственно, максимизировать энтерапию и этих степеней свободы тоже. Совершенно верно. Ну, это... Что касается... Да, ну мы забегаем немножко вперед. Забегаем вперед по поводу Броуновского движения. Вот это, в общем, работы стали бросать свет на то, что является Броуновским движением, что вообще, говоря, в значительной мере замалчивается. Броуновское движение было открыто ботаником по фамилии Броуна. Каким образом он открыл Броуновское движение? Это был, опять же, 19-й век. Он смотрел в обычный оптический микроскоп. И у него там пыльца, чрезвычайно маленькие частицы, они непрерывно двигались и скакали. Значит, вот, так сказать, исходя из этого, какой был сделан вывод, что эта пыльца, она там же не в вакууме была, она, естественно, тоже была сущентирована в воде, в жидкости. И они все время двигались и скакали, эти все частицы, вот, так сказать, там, по отечеству передвигались и все прочее. Объяснение. Ну, понятное дело, что сами по себе частицы эти микроскопические, по крайней мере, несколько эмикрон, так сказать, мотаться не будут. Они мотаются, потому что по молекулы жидкости, в которой они находятся, они непрерывно, вот, КТ и все такое прочее, хаотически движутся. И когда я еще был студентом, мне все это дело рассказывали, я как-то вообразил себе слона и всякую мошкару, которая, так сказать, вокруг него летает. И вот этот вот самый, этот слон не кусает даже, а просто вот летает, мошкара, вот эта молекула воды, которая должна хаотически двигаться, и вот эта вот самая пылинка, или частица пыльцы сопоставимой, их различия в размерах, ну, по крайней мере, ну, сколько пылинка, ну, несколько микрон, сколько молекулы воды, 3 ангстрема, 0,3 нанометра. И вот эти самые частички 0,3 нанометра хаотически бегают, и тем не менее мы наблюдаем макроскопическое движение вот этого самого слона. Я все время не задумывал, как это все может быть. Оказывается, эти слоны тоже покрыты вот такой водой. Сейчас начинает выясняться, что на самом деле вокруг них вот это вот тоже, это пограничная вода, которая взаимодействует вот с этой водой. А здесь колоссальная разница, разница потенциалов. Это может только замедлить бронуское движение. Это не замедляет бронуское движение, это создает для него, это дает ему энергию. И более того, чем ниже сейчас было показано интенсивность облучения этой воды, то есть вы снижаете, чтобы это увидеть под микроскопом, необходимо освещать тем или иным способом, чтобы видеть вообще глазом. Да, если в полной ценности вы ничего вообще не можете сказать, можно теоретизировать, но ничего сказать нельзя. Так вот выясняется, что снижая, снижая, снижая интенсивность, вы снижаете, снижаете, снижаете бронуское движение. Количественные теории бронусского движения были созданы еще в 1905 году. Отлично. Количественные теории воды, вообще говоря, количественных теорий воды штук 20, было создано в 20 веке, прекрасное, громадное количество. У воды примерно 70 различных аномалий, и каждая из теорий объясняет две из них, но не объясняет все остальное. Теории вот так. А вот это вот вещи ни одна теория не предсказала. Или, по крайней мере, может предсказать, но не было. Это к вопросу о том, что теория суха, но зелье жива жива. К вопросу о горении воды. Действительно ли горит вода уже в биологическом организме? Да, опять же, уже в 21 веке. Было показано в следующий день, что вода в организме тоже горит. То есть в каком смысле? В том, что вода в организме способна восстанавливать кислород. В конечном итоге до воды. И делают это, как минимум, чрезвычайно широко распространенные белки, которые у всех у нас есть, и у всех животных. А есть и другие белки, которые есть у бактерий и так далее, которые это делают. Это белки называются антитела или иммуноглобулины. Это белки, которые выполняют защитную функцию против там вирусов, бактерий и все такое прочее. Казалось, все про них известно. Про эти белки. Но в 2001 году стало известно следующее, что антибоды, антитела катализируют окисление воды. Окисление воды, это есть восстановление кислорода. Вот эти вот самые белки, которых задача бороться с вредными там вирусами, бактериями, токсинами и так далее. Вот они, помимо всего прочего, если есть кислород, который необходимо активировать, в присутствии этих самых антител, начинается наработка перекиси водорода. Которые вообще говоря, что это значит? А это есть промежуточный продукт на пути окисления воды. Окисление воды полное, перекиси водорода, если у нас расщепляются, то у нас что получится? А у нас получится то самое уравнение, которое там было написано. Вот. Какая вода? Почему они катализируют, способны делать вот этот удивительный совершенно процесс? А потому что они особым образом структурируют не одна молекула воды, другая и третья, а должна особым образом сгруппироваться несколько молекул воды в активном центре вот этого самого антитела, просто так сказать так, с тем, чтобы эти молекулы воды стали легкими донорами электронов. Фактически, это антитело делает гораздо более эффективной вот эту пограничную воду у себя, но это его биологическая функция уже, там, как говорится, эволюции, и прочее. И, в общем, это перекиси водорода нарабатывается достаточно интенсивно. Добавится и катализаторное расщепление, то вообще мы получим, что просто производство энергии. Потому что сколько воды было, столько осталось, сколько кислорода было, столько осталось. А произошла энергия в результате этого самого процесса. Вот, значит, по поводу горения воды. В химических системах, в, так сказать, экспериментальных системах и в обыкновенных биологических системах. Эти вещи происходят. Теперь, в отношении к дыханию, к необходимости дыхания, его продукт, углекислый газ, который получается при сжигании разных веществ. Вот, значит, дыхание СО2 получается при окислении кислородом углерода. Ну, здесь вот вода выступает в роли катализатора. И вот бикарбонаты. СО2, как это получается, в нашем организме, то, так сказать, он тут же в организме, ну, вне в организме, медленнее гораздо, превращается в угольную кислоту. А если есть калий, натрий, они у нас всегда есть, называются углоны щелочных металлов, то он получается бикарбонатный. И в нашей крови, в наших клетках, везде и всюду, есть представлена вот эта самая карбонатно-бикарбонатная система. То есть, вот тут присутствуют все вот эти вот самые компоненты. Есть и очень небольшое количество СО2 как газа, который мы выдыхаем, но выдыхаем его в виде гидротированного СО2. Есть немножко угольной кислоты, в основном это бикарбонат. Или, так сказать, примитивно говоря, питьевая или пищевая сода, которую можно купить в любом гастрономе. Значит, вот в нашем организме этой самой пищевой соды должно быть не менее какой-то концентрации. В крови, например, 25 мг. Если концентрация бикарбоната в крови снижится процентов на 15-20, то останавливается дыхание. Потому что оказалось, что эти карбонаты необходимы для аэробного дыхания и на уровне организма, и на уровне клетки, и на молекулярном уровне. И открыто это было опять-таки 100 лет с гаком тому назад. По крайней мере, то, что без карбонатов нету нормального дыхания. Ну, если здесь есть люди, которые увлекаются альпинизмом, или что-то такое еще, знают, что существует так называемая горная болезнь. Но считают, что горная болезнь, многими считается, кроме коэффицированных врачей, значит, обслуживающих альпинистов, многими считают, что горная болезнь – это недостаток кислорода в воздухе. Это еще в 897 году было показано, что причиной горной болезни – дефицит в организме карбонатов, а не кислорода. Человек рефлекторно при пониженном давлении кислорода в воздухе, при пониженном содержании кислорода в воздухе, рефлекторно начинает дышать очень глубоко, очень интенсивно, выдыхает слишком много углекислого газа, снижается содержание бикарбоната в крови, ну и все проблемы, которые с этим связаны. И потери сознания, и спутанное сознание, в общем, и тошнота, рвота и так далее. То есть ухудшается тканевое дыхание. Значит, дефицит в организме карбоната, а не кислорода. Это в 30-е годы было, когда осознано, что без карбонатов невозможно, дыхание нормальное, то другой физиолог Хендерсон, физиолог, кстати говоря, дыхания, он предложил лечить людей, которые попали в состояние асфиксии, удушения, и все такого прочего, отравления, лечить людей дыханием не кислородом, как сейчас пошли в аптеку и покупают, так сказать, подушку с чистым кислородом, а с воздухом или кислородом, содержащим от 5 до 10% углекислого газа. Опять же, с такой обывательской точки зрения, как добавлять в вдыхаемый нами воздух продукт нашего дыхания, что это даст. А дало это следующее, что было показано, что если человеку после наркоза давать дышать вот такой смесь, содержащей СО2, никаких побочных эффектов от наркоза нету. Если люди попали в вот эту хромая лошадь, если бы дали людям вот такого рода дыхательную смесь, карбоген, то половину бы, наверное, спасли, потому что люди задохнулись, так сказать, фактически они же не сгорели там, они задохнулись от того, что вдышали слишком много чрезвычайно токсичных продуктов, недоокисления, которые там образовались при этом пожаре и так далее. Значит, для лечения многих заболеваний. Было забыто. В 30-е годы десятки тысяч людей были спасены, потом в Чикаго, в Нью-Йорке, в Детройте и так далее. Пожарные все машины и все скорые помощи были снабжены баллонами с такого рода газами. Потом это все было забыто. Сейчас на новенького все переоткрывается. Ну и дыхательные гимнастики всякие разные, много там есть, там, бутейков, роллов, йоги там всякие, так сказать, и так далее, и так далее. Что это за гимнастики? Гимнастики основаны на удержании дыхания. К чему это все приводит? А это приводит к тому, что у нас в организме окисление идет, СО2 получается, и этот СО2 превращается в бикарбонат, у нас начинает расти содержание бикарбоната во внутренней среде организма. Дыхательные гимнастики оказывают такое благотворное действие, потому что они повышают содержание бикарбоната. На клеточном уровне. Бикарбонат, здесь просто название статей. Ну, должен вам сказать такую вещь. Есть, так сказать, цитологи, физиологи, занимаются выращиванием клеток в культуре. И вот, чтобы клетки нормально росли в культуре, выделенные из организма, необходимо, чтобы атмосфера, в которой они дышали, содержала не менее 5% углекислого газа. В обычном воздухе 0,03% углекислого газа. Если культивируемые клетки помещаются в атмосферу, где меньше 5% углекислого газа, то есть на два порядка больше, чем в обычном воздухе, тогда они погибают, они перестают делиться и вообще кончают жизнь апоптозом. Ну вот, например, еще, так сказать, недавняя работа. Бикарбонат усиливает подвижность сперматозоидов и способствует оплодотворению. Значит, вот, вообще говоря, оплодотворение в среде, которая не содержит соды, не протекает нормально. Что делают эти самые, почему они работают? В чем механизм действия такой простейшей молекулы, как СО2 или HCO3? Проще, казалось бы, некуда. А оказывается, что они, ну там много механизмов описано, но главное, что они участвуют в свободно-радикальных реакциях. Например, HCO3 будет взаимодействовать вот с такой вот штучкой, которая показывала уже гидроксил-радикал, и будет превращаться в сильный окислитель. Он ему отдает вот этот атом водорода, сам превращается в этот гидроксил-радикал в воду, а это будет, появляется сильный окислитель. А СО2 тоже становится радикалом, становится сильным восстановителем. Они инициируют циклические цепные процессы, вступают в новые реакции друг с другом, в результате чего получается органика в водной системе и энергия. Ну и вот, что из себя представляет водный раствор бикарбоната? На самом деле, если вы подумаете, вообще воды реальной, без бикарбонатов просто не существует. Вы взяли, мы вот получили суперчистую дистиллированную воду и поместили ее в какой-то сосуд, затем дальше мы сосуд открыли, и мы дышим рядом с этим сосудом, что будет происходить? СО2 будет жадно потребляться этой водой, он будет там оказываться. Даже если мы не дышим, все равно в воздухе СО2 есть всегда. Он будет в этой воде. Любая вода всегда содержит бикарбонат. Какую роль они играют? И вот была обнаружена следующая вещь, что оказывается бикарбонаты катализируют вот этот вот самый процесс окисления воды. Вот это вот уравнение, которое я вам нарисовал, оно на самом деле не протекает без катализатора, и вот самым очень эффективным катализатором этого процесса является, здесь я нарисовал черный ящик, потому что здесь идут какие-то, так сказать, целые серии сложных процессов, непонятно очень простые вещества, вот из-за чего вот этот процесс начинает идти эффективно. И это можно увидеть. И мы вот это вот изучаем уже два года, этот процесс. Берем маленькую пробирочку, вносим туда слабое, что такое 5-миллималярный водный раствор бикарбоната? Шишкин лес, ну, к примеру, или там Святой Источник, это 5-миллималярный раствор бикарбоната. Вот. Ну, водопроводная вода, это будет 2-миллималярный раствор бикарбоната, условно говоря. Вот мы берем такой вот, ну, правда, естественно, можно и Шишкин лес обработать, мы берем чистые вещества, добавляем туда усилитель хеми-люминисценции, люминол, потому что если там будут идти процессы с образованием электронно возбужденных состояний, то этот люминол будет как флуоресцент выступать и высвечивать, давать нам кванты энергии, которые мы сможем зарегистрировать с помощью фотоумножителя, и добавляем в этот раствор бикарбоната 1 сотую или даже 1 тысячную процента перекиси водорода. В аптеке продается 3% раствор перекиси водорода. Значит, достаточно его, вот, 1 тысячную процента туда добавить, капельку этой перекиси водорода, и запечатать эту пробирку. И выяснена следующая вещь, что активированные с помощью перекиси водорода и герметично закрытые растворы бикарбонатов горят, то есть это видно с помощью фотоумножителя, и не затухают в течение многих месяцев даже в полной темноте. Вот, ну тут пара пробирок с этим самым раствором бикарбоната. Эксперимент был начат 14-го дня в 2008-го года. Он продолжается. Вот последние точки были получены в конце января этого года. Вот это здесь у нас отложено, излучение, которое регистрирует фотоумножитель из этой лампочки. Оно не слишком интенсивное, но оно превышает фоновое излучение в сотни раз. То есть это, в общем, это низкая интенсивность, но тем не менее светит. Вот такие выводы розы, еще есть колебания месячные, есть колебания дневные, они так или иначе связаны с температурой, и все такое прочее. То есть что мы имеем? Мы имеем практически закрытую систему, то есть нет никакого обмена веществом с окружающей средой. Нет освещения, потому что можно эту пробирку поставить в фотоумножитель, а там полная темнота, и она будет светиться у нас неделями. Вот так вот, ну, например, вот неделя есть свечение вот этого самого раствора. Это, так сказать, вот эти вот все колебания, они коррелируют, но не полностью совпадают с изменениями температуры в лаборатории. Вот они тоже разгорают. В термостате они сглаживаются. На самом деле там с термостатом очень хитрая штука получается. При полном термостатировании воды тем не менее наблюдаются вспышки. И эти вспышки... Если меняется в лаборатории температура для таких эффектов, когда вы отдельные фатоны ловите, то это уже... Нет, мы не отдельные фатоны ловим, извините. Значит, здесь у нас импульсы в секунду, да, значит, той поверхности, которую мы снимаем, это 700-750 импульсов в секунду. Темновой ток, это у нас 8 импульсов в секунду. Здесь стократное превышение. Речь не идет об отдельных фатонах. Нам иногда приходится заглублять наш фатон умножитель для того, чтобы он не засвечивался. Такие вот и будут свечения. Тем не менее, если у вас в лаборатории переменная температура, то понятно, что у вас термодинамическое равновесие никогда не настаёт. Совершенно верно. Вы правы. Совершенно верно. А оно не наступает никогда. Если переменная температура, но как же. переменная температура, вот там у меня суточные или месячные. В общем, если бы у меня была просто вода, там у меня термометр повышается, понижается, но излучение-то отсюда берется. Ведь температура, это, ну, в лучшем случае, ближний инфракрасный. А то, что я регистрирую, это синий и зелёный свет. Так или иначе, речь идёт о трансформации энергии. Но, я хочу вам показать всё. А вот вот некий дальний родственник вот этих вот средневековых часов, как самоподзаводка, как талибане атмосферного. Совершенно. Речь идёт не о самоподзаводке. Речь идёт о трансформации энергии. Источник энергии есть всегда. Другое дело, что надо эту энергию, которая считается бросовой, преобразовать в свободную. Всё. В данном случае чёткий светочный ритм это и есть источник из всех... Не всегда. Нет, нет. Один. Ну вот один из основных, раз он такой... Хорошо. Я очень сожалею, что я не представил здесь данные о термостатировании, которые мы максимально можем осуществить. Любой термостат естественно тоже играет. Плюс-минус это самое пять сотых градусов. Вот термостатирование, которое в наших конкретных условиях мы можем достигнуть. Ну, естественно, термостат как работает, да? Значит, там есть, соответственно, реле и всё такое прочее. Чуть нагрелся, сразу работает холодильник. Включается холодильник. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но пять сотых градусов, ну, никуда их не спрятать. Понимаете? Сделать температуру, чтобы у вас держалась с точностью одновиллионные градуса, но это не в возможности га-факу-минус. Вот. Так что это просто нереально. Да и смысл большой будет. Тем более, что существуют явления, резкие изменения вот этого самого излучения, существуют, которые уж точно никак не связаны с температурой. Значит, несколько раз, вот здесь я вам рисую один раз, у нас мы проводили длительное, так сказать, мониторирование этого самого, этих самых образцов. То есть, вставили их просто в дефектор фотонов, которые, кстати говоря, изолированные земляные, металлический корпус, полная темнота в камере. И вот они у нас регистрировались неделями, и записи в выпуск самых наученных. И вот как-то раз, это как-то раз случилось 9 февраля 2009 года, это была уже там третья неделя, вот интенсивность была на этом уровне до этого, и вдруг, она в течение довольно короткого времени, вот эта вот, вот эта вся шкала, это неделя, значит, вот это вот одно деление здесь, это два часа. И вдруг, в течение короткого времени у нас излучение подскочило в два раза, в сравнении с предыдущим. Для того, чтобы оно подскочило в два раза, температура комнаты должна была повыситься на 25 градусов, чего, естественно, произошло. Но что произошло? А произошло следующее. Вот этот вот самый подъем начался в 17 часов 34 минуты. 9 февраля 2009 года, в 17 часов 34 минуты началось лунное затмение в городе Москве. Максимум лунного затмения был достигнут вот в этот момент времени. Вот здесь вот он уличен, вот такой вот печок. Но это уже удивило нас. Но, что вообще отреагировало на лунное затмение, но еще больше удивило, это то, что лунное затмение, естественно, кончилось, а интенсивность излучения осталась на повышенном уровне. Температура, естественно, варьировала в комнате, в это время в нормальных пределах плюс-минус 2 градуса. А когда вы дверью хлопали в лабораторию, прибор реагирует? Значит, вот прошло двое суток. За эти двое суток мы дверью хлопали много раз. И в течение этих двух суток много народу приходило, уходило в течение двух суток этой самой лаборатории. Понимаете? Много чего было в это время. Но, тем не менее, двое суток она бы шла нормальный, циркальный, на резко-повышенном уровне. И почему-то ровно через двое суток, я не исключаю, что какой-то там пробрался, понимаете, и ровно в 17 часов 30 минут через двое суток после начала лунного затвления так хлопнул дверью, что излучение рухнуло. А потом тот же самый нехороший человек еще через сутки пришел, еще раз хлопнул дверью, оно подскочило еще у нас снова туда же, и через два часа вернулся. А какое время у вас рабочий день у нас есть? Значит, рабочий день у нас вот эти вот, вот это вот, смотрите, это у нас полночь, это у нас полдень, это у нас полночь, это у нас полдень, не сидят там у нас люди, начальники, это примерно можно сказать. Скачки напряжения в электричестве? Совершенно верно. У нас... Что-нибудь тоже может подключаться? Безусловно, безусловно, все может влиять. Недавно было солнечное затмение, точно скачки напряжения пошли, именно в эти самые часы, только оно было в южном полушарии, понимаете? Вот. Ну все, смотрели, так сказать, была реакция на железных, ну я не исключаю, конечно, что у нас реагирует МОС, МОС, свет на лунные затмения, на новолуние, на полнолуние, на солнечные затмения, ну все вопросы не ко мне, к товарищу Лужкову. На это дело. Так что я тут еще не могу поделать, понимаете? И забраться, так сказать, куда-нибудь, пока мы не имеем возможности выбраться из Членевских гор. Куда-нибудь там, в какие-нибудь подземные кладовые, где нет вообще ничего. Вот. На самом деле, по большому счету, на все эти вещи гораздо больше влияют, и постоянно влияют, оказывают влияние колоссальное количество и компьютеров, которые вокруг там сидят, и сотовых телефонов, и так далее, и так далее. Вот они дают определенную роду зашумленность этих самых сигналов. Но вот такого рода совпадения, конечно, не исключена абсолютная вероятность, что абсолютно случайное совпадение, изменение вот этих вот таких вот самых интенсивностей, четко совпавшие по минутам с космическими явлениями. Безусловно, никакого вопроса по поводу того, что изменение гравитации во время лунного затмения напрямую могло повлиять на этот кубик воды, который стоял там еще в железобетонном здании и так далее, вопроса этого нет. Но то, что вода реагирует на космофизические факторы, это, опять же, не наше открытие. Просто мы подтвердили многочисленнейшие данные на нашей конкретной системе. Ничего здесь по большому счету нового мы особенно не сказали. Ну и в общем, что же служит источником энергии, о чем мы с вами очень много говорили. Которые питают в течение многих месяцев активированные карбональные растворы и поддерживают их в устойчиво возбужденном состоянии. Этот источник энергии вот здесь. Спустите здесь температуру до нуля градусов по Кельвину, все, никаких неравновешных процессов не будет. А когда у вас есть уже какая-то внешняя энергия инфракрасная, то, судя по всему, существует система и любая другая механическая энергия, существует система, которая способна на самом деле повышать потенциал. Давайте все сделаем. Дело не в том, что температура отлична от нуля, но в том, что у нас в следующей следы температуры просто нет. Она не находится в термодинамическом уровне. Значит, я знаю только одно, что вода у нас сейчас потекла только потому, что температура повысилась выше нуля градусов. Вот ежели я температуру снижу вот и этой воды ниже нуля градусов и существенно ниже нуля градусов у них все это прекратится. Напрочь. Остановится. Более того, существуют холодоустойчивые или не холодоустойчивые живые организмы. Некоторые организмы переживают эту зиму, а вот тут я был в прошлых снях на даче не пережили кучу ростов. Понимаете, вот эта температура не спускалась ниже там 15-17 градусов. А почему другие пережили эту температуру? А потому что вот эта вот пограничная вода и же зависимость от ее свойств и все такого прочего она может действительно прекращать вот это вот самое функционирование и подачу энергии когда у нас растут, не умирают, не замерзают растения в лед, не превращаются и при минус 50 градусах и при минус 60 градусах а другие умирают и при минус 5 и при плюс 5 вот здесь идет о чем почему почему они остаются зелеными откуда берется эта самая энергия почему они могут существовать откуда все это берется вот я и утверждаю что берется это благодаря существованию вот этой вот системы которая называется трансформатор которая есть сосуществует как вода которая вода которая является организованной благодаря вообще наличию организующего начала а эти организующие начала есть всегда потому что все гетерогенно всегда есть поверхность кстати говоря подавляющее большинство природных поверхностей гидрофильны я знаю только одни поверхности которые гидрофобны это разлитые нефти вот это будет гидрофобная поверхность но кстати это и есть смерть для любых ну и по крайней мере это очень плохо развивать нефть и всякие прочие вещи все остальное гидрофильны это воск есть или нет совершенно верно воск тоже есть но он где сосредоточен это в совершенно специальных местах понимаете воск да есть такая штука но это совершенно специальные живые существа безусловно многие живые существа тоже выделяют гидрофобные вещи но это уже экологические проблемы связанные с данным видом а подавляющее что остальное мы возьмем все смачиваем все вокруг смачиваем смачиваем камни смачиваем так сказать почва и прочие прочие вещи все это смачивается и везде и всюду мы имеем вот такого рода двухфазные системы между которыми между двумя фазами всегда существует разность потенциалов и не только электрических а самых разных в частности потенциалов вот эта вот вода пограничная поляризованная вода то есть она лучше двоято лучше преломляющая вода в отличие от обычной воды которая не является двоято лучше преломляющей водой это тоже градиент а из любых а энергию можно получить свободно при наличии когда есть у вас какие-то градиенты значит речь идет о том что мы имеем дело с принципиально и реально существующими неравновесными системами они принципиально существуют другое дело я ни в коем случае не буду наставить на то что через 100 миллиардов лет все это дело загнется и тепловая смерть вселенной настигнет не будем спорить потому что никто из нас не докажет противность мы не доживем надеемся до этой тепловой смерти а если доживем то реально мы друг друг что убедим после его наступления скажите пожалуйста толщина энергетика определяется свойствами поверхности есть эти исследования конечно эти исследования есть толщина этого слоя определяется свойствами этой поверхности и более того вот эта вся динамика чрезвычайно с одной стороны и это вода если уже говорить не о искусственной поверхности полимера какое-то геля опыты пола они сделаны в квазистатических приближениях. А если посмотреть на динамику, то есть изменить, согнуть, то есть начинается бендинг, то конечно все это там разрушается кусками, собирается снова и так далее. То есть там идут очень серьезные процессы. То, что сделал Полок, великое его достижение, это он смог найти очень простую экспериментальную систему, в которой он смог зафиксировать существование такого рода явления. В действительности, в динамике, это все непрерывно одно на другое влияет. В частности, мышечное сокращение. Мышцы, которые готовы к работе, находятся в расслабленном состоянии, там все белки находятся в фибриллянном, они выкинуты. Они невероятно все дезодированы. Значит, происходит ее триггер, и начинается разрушение этой воды, и происходит опять же увеличение энтропии. Вот эта фибриллярная неравновесная штука, она, так сказать, возвращается, становится ближе к глобулярной. Помимо всего прочего, эта вода тоже разрушается. Еще есть точка свободной энергии, вот совершение работы. Дальше идет накопление, дальше процесс покоя, когда все снова эта энергия начинает тратиться на расслабление мышцы. Угу. Да. Вопросы второго. Вы оставите свой имел для вопросов? Могу оставить свой имел для вопросов. В109028, В1, собака, Яндекс. Я такую сочнил штуку, чтобы спам меньше, что действительно нет. Вот. Значит, ну я действительно съел очень много вашего времени, но хотел бы все-таки одну штуку привезти. Что все, что я вам рассказывал, ничего нового. Ну я же не говорю о том, что что-то было показано там 50 лет тому назад, что-то было показано 100 лет тому назад, что-то было показано 200 лет тому назад, но вот что-то утверждалось 3, а то и 5 тысяч лет тому назад. Когда я вот, так сказать, начал вот эти все вещи рассказывать, и я, опять же, был сослаться, ко мне подошел один из слушателей после одной из лекций и говорит, а вы что-нибудь знаете по поводу ригвед? Ну, в общем, что-то индуистское я не особо в этом деле разбираю. Почитайте, говорит, найдите космологический гимн ригведы. Очень, говорит, вас это может заинтересовать. Нашел. Космологический гимн ригведы. Ригведы это, ну, вот, индуистская там самая, так сказать, древняя религия. Вот. Значит, это, собственно, миротворение по ригведам. Тогда не было ни того, что есть, ни того, что не есть, и так далее, так сказать, что покрывало, где было это, по чьим, по количествам, была ли вода глубокая, в которой это межало. Вот. Тогда не было смерти, следует, не было ничего бессмертного, тогда не было света, отличия между ночью и днем. Этот единый дышал сам собой, не дыша. Другого, кроме этого, тогда не было ничего. Как фраза бессмысленная, казалось бы. Дышал сам собой, не дыша. Но вот это уравнение, которое я нарисовал, что это такое? H2O плюс O2, получается O2 плюс H2O. Плюс энергия. Это дышит, само собой, не дыша, внешне. Но потом-то, дальше, воды все больше расщепляется, и, наконец, появляется нормальное дыхание, когда можно дышать уже тем, что, так сказать, достаточное количество воды расщепилось и должно достаточное количество кислорода. Тогда был мрак. Вначале всего было море без света. Зародыш, который лежал покрытой оболочкой, этот единый был рожден силой тепла Тапаса. Ну, не знаю, случайное совпадение может быть. Но, так или иначе, мне это показалось довольно интересным, по крайней мере, окончательным. И, действительно, когда я там выступал в Русту Мороя, он сам индуист, вообще брахман, то есть ему сейчас там под 80 лет, и, тем и прочим, в лаборатории индусов, которые это все знают совершенно шикарно, они после этого притащили какие-то свои какие-то книги, в которых, действительно, сказали, да все это уже было. Ну, естественно, не на этом языке и так далее, но, в общем, все это уже, опять же, люди по-другому это все понимали, чувствовали. По крайней мере, из этого можно сказать следующее. Совершенно меня не удивляет. Почему та же НАСА и прочие там летают и ищут везде воду? Почему ей нужна вода? Почему на Европе нужно найти воду? Почему на Марсе найти воду? Где-то еще нужно найти воду, понимаете? Потому что ребята прекрасно понимают, что если они найдут воду, то значит это и есть уже и жизнь. То есть они это все очень хорошо собрали. И не надо искать кислорода, потому что он там тоже и есть. Так что вот роль воды. Надо пересматривать концепцию создания жизни и земли? Нет, не концепцию, гипотезу. Вот не надо забывать одной простой вещи, что подавляющее большинство наших утверждений, это есть гипотезы, которые мы назвали теорией. Мы их назвали теорией. Это биология. А я биолог. Я биолог. В данном случае... Это биология. Но очень многие физики любят нас слушать, что мы там рассказали по поводу того, и начинают на этом деле строить колоссальные, великолепные физические теории. Они великолепные, наверное, но может они относятся к чему-то другому. Потому что то, что мы им рассказали, неправда. Когда мы им рассказали, что сначала были метеориты там всякие, молнии летали, то-что, пятое, десятое. В общем, вот Ури и Миллер. И вот там, что у них там... Кстати, у них была там вода обязательно. Ури в этих опытах, которые мы читали, еще в школьной биологике мы создавали все, когда в школе учились. Вот эти вот картинки по поводу того, что там вулканы какие-то, метеориты, энергии жуткие и все прочее. И вот опыт Миллера и Ури, начало 50-х годов. Когда они там в колбе намешали всякую неорганику, в воде естественно намешали. Ну и жарили это все делаю утрафиолетом там и прочее, прочее. И после этого появилась органика. Все замечательно. Правда, что они еще сделали при этом? При этом они сделали следующую вещь. Они туда добавили специально восстановитель кислорода, чтобы кислород был. Они понимали, что их при расщеплении специально туда добавили, чтобы кислорода там не нарабатывалось. Потому что если бы там был кислород, то в условиях этих высоких интенсивностей вся бы эта органика тут же обратно превратилась в неорганику. Химию-то они знали очень хорошо. Поэтому у нас создали специальные условия, удалив специальный кислород. Давай это ловушки и кислород. После этого сказали, коли мы в таких условиях получили органику, следовательно, кислорода исходной не было. Следовательно, пишут в учебниках, кислород появился, как это будет дать фотосинтез. Но, извините, каждая семечка, прежде чем даст листик, оно столько кислорода потребит. После этого, когда оно дает листик, превратится в деревце, и этот кислород там выдаст, оно потом помрет и сгниет. Оно столько кислорода потребит, чтобы превратиться в гумус. То есть, биогенную теорию на них сам себя отвергается? Да. И это не я отвергаю. Существует целая большая школа геологов, которые четко показывают, что если у вас есть породы, граниты и все такое прочее, смоченные, и начинаются их движения, то образуются пероксиды сначала силикатов, потом эти пероксиды рассчитываются и получается кислород. Понятно, что чтобы выделялся свободный кислород, где-то должны захораниваться восстановленные вещества. Почему? Вода должна. Вода, расщепляясь, дает то, из чего она состоит. Ну так все. Дальше отходы берется вода, это уже не мой вопрос. Я думаю, что никто на него ответ не даст. Мы начинаем с того, и все остальные все равно начинают с того, что вода есть. Вот мы с этого начинаем. Дальше есть вода, пошло все остальное. Чтобы нарабатывался кислород, надо чтобы восстановленное вещество удалялось из системы. А восстановленным веществом в данном случае является водород. Да, то есть он улетает в космос. Правильно, а он улетает в космос. Вокруг Земли облако водорода. Или там углерод в виде каменного угла захоранивается в землю. Все верно. Вокруг Земли облако водорода. Он откуда берется? Он что, гравитация из космоса притягивается? Между прочим, это первые станции еще показали. Откуда столько водорода? Там вот. Ну, ежели там вот до черта водорода, то вообще говоря, что основное дает водород? У нас что там, водородная бомба, что ли, внутри Земли спрятана? Вода там. Куда ни ткни, на какую глубину ни ткни, везде вода. Или берем дно океана. Ну, элементарная вещь. Дно океана 7000 метров. Значит, там что? Там живут такие звери, которых их, так сказать, родственники на поверхности, они их и меньше, и менее энергичные, и все такое прочее. Ну, позволяем, естественно, другую океаническую жизнь. Там у меня есть карты, всякие сняты. Теперь, у них там кровь течет красная, они все там дышат, и все такое прочее. Кислород откуда взялся? Ну, он диффундирует на 7 км, да? Теперь смотрим распределение кислорода от поверхности океана до дна. А распределение следующее. Вот, значит, у нас есть некое количество, ну вот, по два. Здесь клепина, да? А здесь содержание кислорода от ванта. Так вот, ну, в общем, какая-то здесь точка у нас есть. Там 22 процесса, ну или там потерь, соответственно, распределение. Потом где-то в районе, не помню сейчас, тысячи или двух тысяч метров, он снижается, а потом повышается. Когда у нас есть слои между этим и этим объединенные кислорода. А здесь-то он оттуда взялся? Да он оттуда взялся. Из баньки. Из воды с собой. И это тоже факт. Понимаете? Света там нету. Ни капельки. Света нету уже, наверное, в руде 300 метров. Света нету. Температура, например, очень 4 градуса. Кислород откуда-то есть. И плавают вот такие вот староденные организмы. Их обнаружили, кстати, всего-то лет 25-30 лет назад. Так вот глубоко залезли. Более того, у глубоководных рыб у них тоже есть плавательный кузырь. Какой там газ? О-2, чистый. А какой еще может быть? Наверху и здесь там воздух. Так что же у нас получается тогда? Если здесь у них чистый О-2, а здесь 20% О-2 и 80% азота, то у нас что происходит? Диффузия кислорода, азота не происходит? И так далее. Столько вот таких вот вещей, детских вопросов можно задавать профессорам биологического факультета. Если бы мне это задавали 20 лет тому назад, я бы выгнал куда подальше. Сказал, ничего вы не знаете, я правду. Так, давайте поблагодарим докладчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю еще раз, что кому интересно студентов, вы можете вообще не убегать, а попытаться сделать заехать на то, чтобы написать реферацию для сдачи конкурса по выбору. А можно еще одно уточнение по поводу горения воды? То есть, когда вы рассказывали про очень сухой воздух и сухой уголь, они не горят, а если мы добавляем воду, то получается как бы вода отбрасывает свой кислород и хватает чужой, да? Нет, вода расчищается. Значит, там же что случалось? Ну, хороший вопрос. Значит, там было, так сказать, когда добавляется вода, да, то все это происходит в стеклянных сосудах, поликванских, как правило. Основная часть воды оказывается на стенках сосудов. Естественно. И она становится вот этой пограничной водой, донором водородом. И вот начинает работать вся эта самая штука. То есть, водороды соединяются с кислородом, снова получается вода, а кислород соединяется с горючим кислородом. Кислород воды соединяется с горючим кислородом. Вот собственно, что происходит. То есть, вода является приводным ремнем между тем углем или СО, который превращается в СО2, вода является приводным ремнем. Если у вас есть одно и есть другое, но нет этого приводного ремня, ну, по идее, там можно вообще давать. Там колоссальные, ну, жуткие энергии, то есть, там надо жутко возбудить этот самый... Ядерный кинж реакции. Ну, что уже, да, то есть, уже не валентные пошли, не на валентных оболочках пошли реакции, а уже тут затрагивают. Ну, я думаю, что если олиген туда жечь, то, наверное, будет. Ну, речь идет о... Нормально. Спасибо.